Мы заботливые, теплые и ласковые, но если мы хотим показать, что мы такие... Желтый цвет сложно. Я на все наизусть не помню, я заранее приношу извинения. Желтый цвет, цвет с одной стороны активности, с другой стороны цвет немножко параноидальный такой, да, чуть-чуть депрессивный. Желтый цвет сумасшедшим образом критичен к оттенкам, да. Вот есть цвета, которые предельно критичны к оттенкам. Там желтый, розовый, да, вот там зеленый очень критичен к оттенкам, да, там может быть ядовито-зеленый, там бледно-зеленый, да. Желтый цвет с одной стороны это цвет энергии солнца, да, с другой стороны это цвет параноидальный, а, например, сочетание желтого с синим вызывает устойчивый депрессивный эффект. Поэтому вам никогда нельзя интерьеры делать желтый и синий, да, потому что в них находящиеся люди постоянно испытывают некий гнет такой. Но желто-синее сочетание это спорт, например, да, там, ну, Швеция, хоккей, да, что-то такое. Поэтому, когда мы говорим о цветах, надо изучить науку расставания, то бишь подумать о цветовых эффектах, потому что иначе мы передадим не те эмоции. Когда мы, значит, если, кроме того, любой носитель должен быть синергичен, да, и если мы говорим наше кредо-точность, тогда, конечно, уместное сочетание, ну, какого-нибудь синего и серого. Но если мы говорим, что мы вас встретим, там, окружим вас заботой и уютом, да, значит, цвета должны быть какие? Более тёплые. Желтый с чёрным. Желтый с чёрным – это знак атомного взрыва. Вернай. У них немножко другое, да, они специально, как бы этот цвет, между прочим, цвет не шмеля, как они там сказали, да, желтый с чёрным в том оттенке, это цвет, в общем-то, осы, скорее боевой, да, но они свою работу делают, они специально, они сейчас ведут довольно агрессивную рекламу, и их сочетание желтого с чёрным везде узнаётся, да, они очень лихо его сейчас трансформируют, там, хороший ход. Но я предполагаю, возможно, я ошибаюсь, что если их ведут грамотные маркетологи, то после, они же делали ребрендинг, да, по сути дела, там, вывели, полностью изменили, я предполагаю, что они потом выведут на рынок более спокойную коммуникацию какую-то. Ну, я могу ошибаться, конечно, да, я всё-таки не могу сказать, что я точно знаю их замыслы, но, скорее всего, предполагается, захватив рынок, да, потому что чёрно-жёлтое – это цвет захвата, это никак не цвет удержания, да, а захватив аудиторию, надо думать о удержании, да, и, возможно, захватив… Вот, МТС такая более вялая, да, она там… Да, они сейчас борются, да, поэтому они так активно… Я предполагаю, что если они всё сделают правильно и добьются результатов первого этапа, то, скорее всего, через какое-то время их реклама станет даже в цветовых решениях более-менее эпатирующей, или они пустят, как это часто бывает, два параллельных канала, зачастую компания вынуждена так делать, один канал на захват, второй канал на удержание. И желательно, чтобы они уж совсем между собой не диссонировали, да, потому что трудно исключить проникновение канала, да, вот, поэтому, значит, цвет… Возможно, это те эмоции, которые мы хотели передать, возможно, нет, но об этом стоит думать. Следующий момент. Заголовок. Организация вашей деловой поездки. Знака припинания нет. Следующее слово с новой строки – рациональные решения. Вопрос, как сказано в фильме «Игра», что вы продаете? То есть, какую ценность мы хотим, простите за термин, спиндюрить аудитории? Организация вашей деловой поездки – это суть услуги. Понятно. Можно ограничиться этим. Но, конечно, правильно, если мы туда добавим какую-то отстройку, да, в чем цимус, как говорится, да, то есть, в чем наше конкурентное преимущество, что мы вам продаем, какую выгоду мы вам хотим продать. Рациональные решения. В первое приближение хотелось бы это сделать одним предложением. Ну, например, рациональная организация вашей деловой поездки. Или как-то либо сделать двоеточие, либо что. Да, для заголовка многовато вообще-то. Да, заголовок, как правило, все-таки формируется 3-4 слова максимум, которые должны сглатываться мгновенно, да, а не задумчиво вычитываться. Вот это надо понимать. Если там есть заголовок, он должен быть достаточно, с одной стороны, лаконичным, с другой стороны, емким. Да, вот это с целой эхориды, которую надо пройти. Я вам сейчас открою страшную тайну в кавычках, которую запрещаю говорить специалистам по рекламе, когда мы там в Риге проводим обучение для рекламных агентур, да, то я всегда им говорю страшную тайну. Никто не берет носитель, чтобы прочитать рекламу. То есть, понимаете, значит наш удар должен быть случайным, да, то есть никто не собирается, если это не справочник, да, который вычитывается, то все остальное человек должен мгновенно заглотнуть ваш крючок. Они долго искать там то, ради чего вы побеспокоили. Значит, тут длинновато, да, и теперь рациональное решение. Очень важный момент. По идее, мы должны продавать то, что является отклипом на какую-то проблему. Вот, например, ремонт без геморроя, да, там четко описано, чего вам предлагают и чего вам продают, да. Значит, поэтому тогда, прежде чем писать заголовок, мы должны подумать о том, с какими проблемами, скорее всего, сталкиваются наши клиенты. Проанализировав перечень проблем, которые, скорее всего, у них есть, мы должны подумать, какая из этих проблем является, скорее всего, ключевой, постараться вот выбрать суть убойную и отразить это в каком-то одном слове или в этой фразе. Это не легко, да, это вообще-то тяжелейшая работа. Кстати, чем меньше формат, тем тяжелее работа, потому что чем больше, тем больше места, да, там менее критично все. Пиши, родной, а вот тут надо бить коротко и емко. Поэтому есть такой термин, нет продажи, нет проблемы, нет продажи. Поэтому очень важный момент, когда мы что-то продаем, то опираться при этом не на себя, не на свою идею, предложу-ка я им это, да. Даже вот эта идея, самый быстрый интернет, да. Хорошо, если мы предполагаем, что наша аудитория испытывает проблемы со скоростью, да, допустим. Тогда, конечно, но это надо четко понимать, что наше конкурентное преимущество, мы бьем в аудиторию, которая надоела там бороться с низкой скоростью. Если это не очевидно, то надо думать, о чем мы еще им хотим продать, в чем наш плюс. А плюсы мы можем сформировать не от себя, а от того, какие у них проблемы существуют. Дело-то даже не в рекламе, это просто потом продолжается во всем. В наших переговорах, в словах продавцов, в каких-то лозунгах, да, в каких-то ценниках. То есть, если мы понимаем идею, мы ее можем продолжить в любом месте. А если идеи нет, то зачастую наши коммуникации, к сожалению, разрозненные. У нас есть такой-то отдельный лозунг, отдельно цвет, отдельно вид кофейных чашек, да, и отдельно форма продавцов, например. И есть какая-то наша идея, которая ко всему перечисленному прямого отношения тоже не имеет. Значит, да, поэтому вот меня смущает вот эта тема. Далее, телефоны. Значит, во-первых, рядом с телефонами, если мы так хотим работать хорошо, возникает вопрос, до скольки вам можно звонить? И со скольки вам можно звонить? Безусловно, я могу позвонить вам, чтобы узнать, работаете вы сейчас или нет, да? Но согласитесь, что гораздо так мягче, знаете, вот бывает такое, магазин, и не видно, когда он работает. Раздражает? Или там указатель, там магазин такой-то, супер-гипер-тепер, да? Вот мы видим табличку, вопрос, сворачивать ли, смотрим, 8 часов, да? За это время уже проехали. Работает, не работает. Совсем другое дело, когда указатель, там работаем круглосуточно, или работаем с 8 до 22. Тогда сразу во время поездки мы тут же можем сориентироваться. А, кстати, никто не был в этой ситуации? Вот едешь, так, опа, какое-то объявление. Пока соображаешь, ага, опа, проехал. Почему? Потому что вам думать оставили возможность, да? Значит, любое препятствие, которое может человеку помешать, является нашим минусом. Значит, по идее, какой может быть минусом? Там, 124, 51, 26. Человек смотрит на 4, так, время полдевятого. Работает ли еще? Наверное, позже работаю. Сегодня позвоню, потом заботу, да? Или другое дело, когда мы пишем, там работаем с 9 и проще. Этот телефон круглосуточно, да? К примеру. Ага.